И бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсель, которая похожа на актера Волкова Серегу, и которая с Путиным танцевала, она покинула страну из-за угроз расправы. Вашингтон пост пишет, то есть ее там так достали, что пришлось ей жопу в город взять и убежать. А до этого она вышла из совета директоров Роснефти, то есть нормально так зарабатывала, а потом соскочила. Президент Чехии и, значит, путинский хлебосос Земан заявил, что поддержит поставки оружия Украине, если бы не было российской агрессии в Украине, я на это не согласился бы и так далее. Видите, он резко изменил курс. То есть, почему он не боится, что Путин сольет на него информацию, я не знаю, но курс он изменил очень резко. И действует, понятно, на словах, конечно, в интересах Украины. Ну, а, собственно, что еще нужно-то от него. Украинский суд запретил Коммунистическую партию Украины. Я думаю, что в Украине достаточно людей левого взгляда, в которые могли бы создать Коммунистическую партию нормальную, да, не вот такого зюгановского толка, да, пропутинского. В Узбекистане протестующие поймали силовиков, отняли у них снаряжение, видео соответствующее есть. Китай получил технологии создания организмов из обычных клеток без сперматозоида и яйцеклетки. То есть, будут солдат универсальных шлепать, и ничего им не нужно, да, шлеп-шлеп из обычных клеток. Зеленский убежден, что Беларусь не вступит в войну с Украиной. Я тоже убежден, впервые у нас мнение совпадает. Я побаиваться начинаю, да, вдруг я ошибся, да, раз это Зеленский тоже видит. Да, потому что во все остальные разы у нас было прям противоположное мнение, всегда мое оказывалось правильное. В Бломберг американские и европейские чиновники прогнозируют, что война на Украине вероятно продолжится в течение нескольких месяцев. Поддержка более жестких санкций против России может рухнуть по мере роста цен на энергию продовольствия. Ну и по мере отстега, который идет, который посинцы не жалеют для коррумпированных чиновников Запада. Швеция ответила отказом на требования Турции об экстрадиции курдов. Ну, слава Богу, хоть так. Это очень хорошо. Если Эрдогану вначале дали слово, что они у всех курдов экстрадируют, а потом Эрдоган подписался, скажет, ну давайте в НАТО, потом его кинули. То это правильно, конечно, если это так. Таких всегда надо кидать. В США начнут искать гиперзвуковые ракеты с помощью воздушных шаров. Ну, то есть, та же самая история, которая была в начале 20 века, когда стратостаты запускали, чтобы блокировать авиацию противника, дирижабли и самолеты в последующем. Рестораны Макдональдс перестали работать в Казахстане. Интересная тема. Volkswagen решил ликвидировать завод в Нижнем Новгороде. Бармены рассказали об исчезновении импортного алкоголя из России, так как, причем здесь из России, его везли-то весь из Казахстана. Там он тоже исчез, что ли, импортный алкоголь. Красная рыба в России подорожала более чем вдвое, а красная рыба тут, причем, ее еще меньше стало. Или ее откуда-то привозят, вот пишут, что ее там из Чили везут и так далее. А своей нет на Камчатке, на Дальнем Востоке. Жесть, конечно. Американская фармакологическая компания прекращает поставки вакцин от ветряной оспы и кори в России. Ну, видите, как замечательно. Путинские все эти гамлеи намлеют от этого денег, которые туда запускают, что даже от ветряной оспы, оказывается, нет национальной вакцины и от кори. Но это обхохочется. Я думаю, что в Советском Союзе увидели бы сейчас это и просто очень сильно удивились. Хотелось бы вот в конце сказать еще об одном мистическом событии, о котором почему-то никто не рассказывает. И я даже особо сильно не знал. Оказывается, зафиксировано самое мощное в истории человечества, к завершению вулкана, вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, до 15 января рванут, да, и облако пепла над Тихим океаном огромное образовалось, поднялось там на 50 с лишним километров, на 58 километров за 30 минут и прочее, прочее. В общем, страшный взрыв, да. И при этом, ну, подобные всегда вызывают охлаждение атмосферы Земли, потому что масса вещества вылетает. И об этом никто не сказал. То есть нам все говорят про потепление. Никто не говорит, что рванул вулкан, который может вызвать похолодание. Почему? Потому что концептуально это неправильно. Да, они уже собирают бабло бешеных, да, на этой декарбонизации, трутуши по ходу этой декарбонизации. А тут рванул вулкан, и надо атмосферу нагревать, а не охлаждать, как они рассказывают. Поэтому жуткое количество всего вылетело. Вот пишут, что, так, сколько там? 400 тысяч тонн двойки сесеры улетело в атмосферу. Сколько углекислого газа, который они там учищать собираются в атмосфере, непонятно. Но понятно, что за несколько лет, а может быть и десятилетий деятельности человеческой, за один раз выплюнул вулкан, столько, сколько человечества, там за десятки лет выплюнул. Поэтому такая, конечно, снега, вот эти все экологические дела, так называемые. Я за экологию, конечно, безусловно, за экологию. Но я за ту экологию, чтобы не драли, да, чтобы предприятия работали, не выкидывали в Волгу, например, без всяких фильтров, сливали мазут, масло, все, чего угодно, химические какие-то остатки, шламы и прочее, прочее. Нам рассказывают, что, значит, нужно, чтобы они углекислый газ в атмосферу не поставляли. Вот она, борьба за экологию. А вот это говно можете лить сколько угодно. Странно очень. Такая какая-то избирательная у них экология.